Воздух в такой ясный день Тысячи спор, носящихся в воздухе Среди них много спор грибов, опасных паразитов растений Внешние признаки грибных заболеваний разнообразны Это пустулы, пятнистости, налеты, некрозы, мумификации Известно около 10 тысяч паразитных грибов И все их по способу питания можно разделить на две группы Некротрофы и биотрофы Некротрофы питаются уже отмершими тканями растений Поэтому попав на здоровую ткань Они сначала убивают ее с помощью токсических веществ А затем заселяют Таков, например, гриб ботритис Возбудитель серой гнили растений Биотрофы получают питательные вещества из живых тканей Воздействие их на растения хозяина более умеренное Так как только живая ткань обеспечивает им возможность завершения полного цикла развития Самые примитивные паразитные грибы живут в водной среде Например, сопролебния Мы видим ее рост на муравьином коконе Мицелий пронизывает кокон На концах гиф, в зооспорангиях, органах бесполого размножения гриба Образуется зооспора Выход зооспор из зооспорангия длится около минуты Несколько позже на этом же мицелии образуются аагонии и антеридии Органы полового размножения В результате полового процесса образуются аоспоры, которые способны к перезимовке Более высокоорганизованные паразитные грибы в процессе эволюции Приспособились к наземному образу жизни и к паразитированию на высших растениях Рассмотрим некоторые из них Ложные мучнисто-росяные грибы Опасные паразиты растений Относятся они к классу оамицетов При заболевании появляется слабый мучнистый налет на листьях и других органах растения Самым известным из грибов этой группы является картофельный гриб или фитофтора инфестенс Снаружи мы видим спорангии носцы и спорангии гриба А мицелии находятся в ткани листа Зооспоранги у фитофторы чаще всего прорастают зооспорами И мы видим их выход Для движения зооспор нужна капельно-жидкая вода Обратите внимание на жгутики Концы их утолщены Зооспоры прорастают гифы мицелия, которые внедряются в ткань растения Особенность мицелия оамицетов в том, что он не клеточный Развитие фитофтороза происходит во второй половине вегетации Начинается оно с появления отдельных больных ростков, развившихся из зараженных клубней Дождливая погода способствует массовому развитию болезни Смываемые дождем споры просачиваются в землю и заражают клубней Если же кусты хорошо окучены, споры погибают в толстом слое почвы У растения есть свои механизмы борьбы с попадающей на него инфекцией Устойчивые сорта защищаются реакцией сверхчувствительности С любезного разрешения доктора Тамиямы мы воспроизводим кадры снятого им фильма О реакции сверхчувствительности у картофеля Это уникальные кадры Прорастающая зооспора внедряется в клетку растения хозяина Клетка остается живой в течение получаса Мы видим движение цитоплазмы Затем клетка погибает в результате собственных ферментативных реакций Вызванных внедрением паразита Отмирает и гифа Таким образом, ценой гибели отдельных клеток растение защищается от дальнейшего распространения гриба Это и есть реакция сверхчувствительности Последнее время в селекции используют как реакцию сверхчувствительности, так и полевую устойчивость растений Но работа селекционеров осложнена тем, что все время возникают новые расы гриба Которые поражают сорта, еще недавно считавшиеся устойчивыми Во влажных камерах листья гибридов заражают суспензией спорфитофтера Это делают для выявления раз гриба и для определения устойчивых образцов По характеру поражения выделяют сильно поражаемые, среднепоражаемые и высокоустойчивые образцы Они-то и являются основой новых фитофтероустойчивых сортов Другие ложномучнистые росяные грибы еще более приспособлены к наземным условиям существования Они не образуют зооспор Их споранги всегда прорастают гифой мицелия, то есть это уже канидии, а не споранги Таков, например, гриб пероноспора альта, который поражает листья подорожника На листьях горчицы канидия образуется под эпидермисом растения хозяина Впоследствии эпидермис разрушается Питание этих грибов происходит с помощью гаусторий, внедряющихся в клетки растения хозяина Ложные мучнисто-росяные грибы поражают огромное количество растений Все мучнисто-росяные грибы поверхностные паразиты Они развиваются только на живых растениях Вырастить их на питательной среде пока не удалось Это мучнистая роса крыжовника Мучнистая роса злаков Мучнистый налет образован мицелием гриба и его органами спороношения Органы спороношения канидиеносцы несут цепочки канидий, которые всегда прорастают гифой мицелии Канидии летнее спороношение мучнисто-росяных грибов За лето образуется несколько поколений этих спор К осени мучнистый налет темнеет от образующихся на месте плодовых тел гриба Клесто-тециев, в которых споры перезимовывают Эту стадию развития гриба называют сумчатой Так как аскоспоры, созревающие в плодовых телах, находятся в сумках Весной клесто-теции растрескиваются и выходят аскоспоры Несмотря на то, что мучнисто-росяные грибы узкоспециализированные паразиты В последние годы паразит крыжовника Сферотека морскувы начал поражать черную смородину Расширение ареала растений хозяев наблюдается и у других мучнисто-росяных грибов Головня на хлебах выделяется среди других заболеваний тем, что вредоносность ее особенно ощутима Пораженный колос вместо зерна дает ни на что непригодную споровую массу паразита Видов головни очень много и заражают они растения по-разному Но во всех случаях головневая спора прорастает фрагмобазидией С развивающимися на концах базидиоспорами Они называются первичными споридиями и бывают четырех типов совместимости Споридии начинают почковаться И затем сливаются попарно Сливаться могут только споридии совместимого типа В результате чего образуется двуядерный мицелий, который и заражает растения Если трехдневные проростки кукурузы заразить споридиями пузырчатой головни у стиляго-зеа То двуядерная гифа внедряется между первичными листочками в точку роста На пятые сутки мицелий проникает в ткань листочков, растворяя клеточные стенки или через устица Мицелий распространяется по межклеточному пространству и через клетки, питаясь их содержимым Темно окрашенные места это скопление мицелия вокруг отмерзших клеток Мицелий гриба вызывает разрастание тканей растения На десятый день на проростках образуются вздутия, галлы В галлах мицелий путем фрагментации распадается на головневые споры Цикл развития гриба завершается Субтитры создавал DimaTorzok Из десяти тысяч видов паразитных грибов почти половина приходится на ржавчины Особенно большие потери приносит ржавчина, появляясь на хлебах Рассмотрим цикл развития ржавчиного гриба на примере стеблевой ржавчины пшеницы Пукцинии граминис Этот гриб, как и большинство ржавчинах, разнохозяинный паразит Промежуточным хозяином здесь является барбарис На барбарисе весной образуются два вида спороношения Спермагонии на верхней стороне листа Их называют нулевой стадией И эцидии на нижней Первая стадия спороношения Теперь мы видим спермагонии и эцидии на разрезе листа Эцидиоспоры током воздуха переносятся на стебли злаков и заражают их Летом на злаках образуется самое обильное и многократное спороношение гриба Уредоспоры Это вторая стадия Прорастающая уредоспора ржавчиного гриба Образует апрессорий и гифу внедрения Которая проникает в клетку растения, разрушая эпидермис В растении образуется двуядерный мицелий Развивающиеся на нем уредоспоры прорывают поверхностные ткани и выходят наружу Воздушные потоки могут переносить их на расстояние до тысячи километров Осенью на стеблях злака образуются телейтоспоры Третья стадия спороношения Они перезимовывают И весной прорастают с образованием фрагмобазидий с базидиоспорами Это четвертая стадия Базидиоспоры разных знаков переносятся ветром на лист барбариса И прорастают в мицелий разных знаков Насекомые, привлекаемые сахаристой жидкостью спермогониев Переносят спермации с одного спермогония на другой Таким образом осуществляется половой процесс у ржавчинных грибов В результате которого вновь образуются эцидиоспоры И цикл начинается сначала Но есть ржавчины и грибы с неполным циклом развития Например, ржавчина груши У которой нет стадии уредоспор Телейтоспоры этого гриба Развиваются на можжевельнике В так называемых телейтангиях Ржавчины и грибы являются строго специализированными паразитами Например, у стеблевой ржавчины известно более 300 физиологических рас Приуроченных к определенным сортам пшеницы Искусственное заражение ржавчиной Производится для определения расового состава гриба И для оценки устойчивости гибридов пшеницы к ржавчине Слабо пораженные и устойчивые гибриды Служат материалом для дальнейшей селекционной работы По выведению устойчивых сортов Большая изменчивость грибов Постоянное возникновение новых физиологических рас Делают особенно трудными поиски и новых путей борьбы с ними Поэтому так необходимы точные знания Биологических особенностей паразитных грибов И циклов их развития Служат материалом для дальнейшей селицы к ржавчине Служат материалом для дальнейшей селицы к ржавчине Субтитры создавал DimaTorzok